МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Варенец, кефир и ряженка местного производства с наступлением Нового года стали неуловимыми молочными продуктами. Об этом редакции нашего телеканала сообщили обеспокоенные жители столицы. Исчезновение произошло вслед за сокращением количества молока на прилавках Чебоксар. Что происходит на рынке молочных продуктов, разбиралась Ольга Алексеева. Изменения на рынке молока жители Чебоксар отметили еще в конце декабря прошлого года. Сначала подорожали цены, затем в некоторых магазинах пропало молоко. Переработчики объяснили этот факт отсутствием заявок. Видимо, новогодние праздники побоялись, что возвраты будут. Заявки неполноценные были, поэтому недостаточного молока. С наступлением Нового года ситуация должна была стабилизироваться. Частично так и произошло. Молоко появилось на прилавках магазинов. Только молоко появилось, а кефирная продукция чебоксарского производителя стала исчезать. Варенец, ряженка и кефир теперь редкие гости в магазинах. Обеспокоенные жители стали оставлять сообщения в интернете. Опрос горожан на сайте нашего телеканала и в одной из социальных сетей подтвердил этот факт. Цена сырья таких астрономических высот, что мы вынуждены смотреть на рентабельность продуктов очень пристально и оптимизировать сейчас ассортимент. И я не могу вам сейчас сказать, как долго это продлится, потому что мы сами не знаем, как долго продержатся такие высочайшие, то есть это в истории самые высокие цены на сырье. То есть для сравнения я вам могу сказать, что за 13-й год цена на готовую продукцию у нас выросла на 10%. Я имею в виду на рынке вообще молочных продуктов, да? А одновременно цена сырья выросла на 60%. Варениц и ряженка чебоксарского производителя имеют пленочную упаковку, а значит самую дешевую и менее доходную. Эту продукцию пришлось оптимизировать, отметили представители завода. Кефир от завода «Ядрин молоко» есть, но не во всех столичных магазинах. Трейдеры, которые раньше называли скупчиками, все больше стали вывозить сырое молоко из предела Чувашской республики. Среднесуточный дондой в Чувашии около 800 тонн. За предел выводится более половины. В 2013 году закрылись два завода. Это «Маргаушский» и «Цивильский». Произошло перераспределение объемов. Сегодня «Ядрин молоко» перерабатывает 120-150 тонн в сутки. Спрос на продукцию ежедневно растет. Мы сталкиваемся с проблемой некачественного молока. Всю часть лабораторной анализы показывает наличие антибиотиков. Нам приходится не принимать такое молоко и отправлять его обратно. Переработчики молока ссылаются на дефицит сырья и на его астрономические цены. В Министерстве сельского хозяйства Чувашии отсутствие молочных продуктов объясняют сезонностью. Я бы не сказал, что на сегодняшний день у нас какой-то значительный товар у молочной продукции. Но действительно, в связи с сезонностью, это ежегодно у нас, скажем, наблюдается дефицит сырого молока. Но в целом, если взять погоду, в прошлом году у нас произведено сырого молока по республике 422 тысячи тонны. Если взять даже на норму потребления на одного человека, значит у нас где-то в республике производится на одного человека порядка 340 литров. При норме потребления 320-340 можно сказать, что в принципе республика полностью обеспечивает молочные продукции жителей республики. Отметили в Минсельхозе и то, что среди регионов Приволжского федерального округа в Чувашии высокие закупочные цены на сырье. 21 рубль за литр сырого молока. Только для сельхозпроизводителей это хорошо, а для потребителей не очень. Есть, конечно, и такие примеры, где у нас собирают, скажем, это с лично подсобных хозяйств, сборщики молока. Есть, конечно, примеры, молоко у нас вывозится за пределы республики. Но мы, конечно, запрещать тоже не можем, потому что есть у нас и федеральная антимонопольная служба, которая сегодня закупает и возится и в Самару, и в Москву, и в другие регионы Российской Федерации. Производство молока в целом сократилось и по России. Связано это с сокращением поголовья. Правда, в Чувашии с этим все в порядке, отметил Эдуард Валентинович. Поголовье коров к уровню 2012 года сократилось всего на 1%. А на свои места все вернется ближе к весне. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Понятно, что перебои с молочными продуктами характерны только для города. В сельской местности таких проблем не знают. Там, где льются молочные реки, побывала наша съемочная группа. С Советского Союза давно нет, а Ленинская искра горит все ярче. Так называется колхоз в Ядренском районе. В поле зрения нашей съемочной группы он попал не случайно. В столице республики молочный кризис, но на местной ферме наоборот молочный рай. Больше 7 тысяч килограммов молока здесь получают в год только от одной вот такой красавицы. По району это одни из лучших показателей. У нас 300 дойных коров, общая по голове где-то за 700. В основном мы живем в настоящее время за счет продажи молока. Цена на молоко в этом году более-менее, можно сказать. И работаем с четырьмя заводами. В республике на три завода отправляем молоко и за пределы Чувашской республики. Кроме рогатых красавиц с отличными удойми, есть в хозяйстве еще одна достопримечательность. Молодой доктор – ветеринар. Учился он в Чебоксарах, но применять полученные знания вернулся в родные края. Вырос в деревне. Меня с детства интересовали животные, и особенно сельские животные, потому что личное подворье было у нас в семье. Лошадь, коровы, овцы, ну весь кот, который держится в деревне. Я с детства ими интересовался. Часто они болели. Мне всегда хотелось им помочь. Я с детства увлекался биологией, окружающей средой. И в деревне вот этот потенциал реализовать проще. Вероятно, если бы так думали больше молодых людей, никаких кризисов регион бы не знал. В колхозе молодежь дут и зверяют. Условиями и техникой обеспечат, и работы точно хватит. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика. Чем дышит Цивильск, как себя чувствуют его жители и что их волнует? Эти и другие вопросы глава Чувашия Михаил Игнатьев задавал на месте. Он с рабочим визитом посетил районный центр. Подробнее в репортаже моих коллег. В микрорайоне Южный-2 строится 16 коттеджей. Завершается строительство одного многоквартирного дома. Вскоре 11 семей получат квартиры по программе переселения из аварийного жилья. По словам министра строительства Олега Маркова, в этом микрорайоне в ближайшие три года появится еще 9 таких многоквартирных домов. Также в Цивильском районе готовятся новые стройплощадки для индивидуального жилья. 112 многодетных семей получат земельные участки. За три года справимся, нет? По переселению. У нас всего еще осталось 2050 квадратных метров по Цивильску. Это 57 семей. У нас немного, мы должны справиться. Михаил Игнатьев посетил Цивильскую спецшколу для слабослышащих детей. Здесь учатся дети из разных уголков Чуваши. Глава республики отметил, что в школе-интернат созданы все необходимые условия для обучения и проживания детей с нарушениями слуха. Государство сегодня создает все для того, чтобы вы ощущали себя здоровыми, нормальными, смелыми, достойными, целеустребленными гражданами Российской Федерации. За вами будущее. А вот Цивильская больница нуждается в ремонте. Об этом с порога главе республики заявила министр здравоохранения Алла Самойлова. В рамках программы модернизации здравоохранения на улучшение материально-технической базы районной больницы направлено более 43 миллионов рублей. Нужно больше, для того, чтобы было больше оборотов. Поэтому здесь нам приходится просто делать в одном кабинете, тогда работа уже не в две смены, а они начинают работать друг после друга. А так можно было в соседнем кабинете, если бы еще был один компьютер, нужно было бы посадить параллельно два врача. На подведение итогов 2013 года глава администрации Цивильского района Сергей Артамонов рассказал, в 2013 году бюджет района исполнен в сумме 687,6 миллиона рублей. Бюджет собственных доходов вырос более чем на 131% к уровню прошлого года. Все сделанное за год – наша общая заслуга. Общий вклад всех жителей района. Потому что все мы работали как единая команда. Подводя итоги, Михаил Игнатьев отметил, что в Цивильском районе есть динамика, есть стремление двигаться еще быстрее, жить еще лучше. Глава Чувашии вручил благодарность и часы за достигнутые трудовые успехи пекарю хлебокомбината Людмиле Ивановой за многолетний добросовестный труд в системе дошкольного образования музыкальному руководителю детского сада номер 4 Эльвире Тимофеевой. Вручили дипломы и лауреатам премии по поддержке талантливой молодежи. Татьяна Трофимова, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня в Госдуме России состоялось первое заседание Совета глав фракции «Единая Россия» в законодательных органах государственной власти. На заседание выступил Анатолий Князев, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Чувашии. Основной акцент Анатолий Князев сделал на развитии физической культуры и спорта в республике. Он отметил, что Чувашия – один из лидеров по количеству объектов, строящихся в рамках федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта в России на 2006-2015 годы по направлению массовый спорт. Так, за последние 7 лет в республике построено и реконструировано около 50 спортивных объектов. Там, где появились новые комплексы, количество любителей физкультуры за 8 лет увеличилось в среднем на 14%. Такая государственная политика способствует повышению качества жизни населения, улучшению социальной и демографической ситуации. Впервые за последние 20 лет в республике зарегистрирован естественный прирост населения. Более 1600 уроженцев Чувашии принимали участие в освобождении Ленинграда и снятии блокады. Более тысячи детей приехали в Чувашию в годы войны и нашли вторую родину и семьи. 27 января в Санкт-Петербурге будет отмечаться 70-е годовщина полного освобождения города советскими войсками. Жительница Чубаксар, рожденная в блокадном Ленинграде, Лариса Сидоренко отправилась сегодня на родину, чтобы с друзьями, родственниками и земляками отметить эту дату. Лариса Сидоренко родилась в 43-м году. По воспоминаниям мамы, она появилась на свет маленькая, вся синяя. Сказался дефицит продуктов. Кушать-то нечего было. Лебеда. Да то, что когда разбомбили вот эти бадаевские склады, земля с сахаром перемешалась, вот они увозили ее, брали, и потом настаивали, отцеживали, пили. Вот так они питались все. Главный урок, который вынесла Лариса Андреевна – надо беречь хлеб. Таким трудом он доставался в блокадном городе. До сих пор в Санкт-Петербурге бережно к нему относятся. Хлеб мама учила нас не бросать, не топтать, ничего. Я и внуков к этому приучила, что хлеб нельзя, он дается тяжелым трудом. Люди из-за 100 грамм этого хлеба умирали, убивали даже друг друга, чтобы добыть вот этот кусок. Ходили по квартирам, смотрели, кто умер, и забирали продукты вот эти все. Мама Ларисы Андреевны работала в госпитале. Отец военный защищал город. За всю оборону его в этот госпиталь привозили 9 раз. После войны Лариса Андреевна работала на Байконуре. По работе бывала в Чебоксарах. Здесь ей понравилось. Решили осесть с семьей. Но Ленинград не забывает. Там остались сестры, друзья, знакомые. Я приезжаю, знаете, как свою тарелку. Все, это все мое родное. Я даже чувствую себя совсем по-другому там. Сейчас в Чувашии проживают 90 человек, которые участвовали в обороне Ленинграда или награждены знаком жителей блокадного Ленинграда. Самому молодому 70 лет, а самому взрослому 102 года. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Николай Яковлев, Республика. По всей республике проходят региональные этапы Всероссийской Олимпиады школьников. Ученики лицеев, гимназий и средних общеобразовательных школ показывают свои знания по 21 предмету. В этом году в них участвует более 2000 человек. В эти же дни в учебных заведениях Чувашии проходят и научно-практические конференции. Юные ученые карпели над своими работами не один месяц. Пришло время представить их строгой комиссии. Из Чебоксарской школы, номер 61. Наш следующий репортаж. Надпись на этой двери предупреждает. Внимание! Идет научно-практическая конференция. Скорее всего там занимаются старшие школьники. Посмотрим, кто же там на самом деле. За высокой кафедрой некоторых ораторов почти не видно. Это неудивительно. Ведь им всего по 6-7 лет. Можно с уверенностью сказать, что первоклассники впервые проходят такое серьезное испытание в своей жизни. Здесь все по-настоящему, по-взрослому. Темы, цели, задачи, гипотезы, выводы. Если в воде много солей, кальция, мамня, говорят, что да, жесткая. В чайнике появляются знаки, чайник испортится. А у человека появляются камни в почках. За пять минут юные ученые 61-й школы должны изложить суть своей научной работы – суметь ответить на дополнительные вопросы. Некоторым докладчикам все это далось ой, как нелегко. Семилетний Вадим Владимиров разрабатывал свою тему вместе с папой. Тему выбрали мужскую – суда на воздушной подушке. Специально к защите в домашних условиях собрали целый механизм. В ход пошли паяльник, батарейки, изолента. Мне очень даже интересно заниматься с ребенком. Тем более тут первый раз, первый класс. В наше время просто такого никогда не было. В первом классе сразу практически конференция. С малых лет потихоньку приучаемся, чтобы сделать что-то. Глядишь, вырастет какой-нибудь интерес изобретатель. Глядишь, что-нибудь изобретет, прославит фамилию нашу. Почему лук щиплет глаза? Чем могут быть опасны фейерверки? И как слова влияют на человека? Эти и другие темы члены комиссии, к слову, все опытные педагоги, оценивали по пятибалльной системе. Мы ежегодно проводим научно-практическую конференцию сначала в классе, потом среди всех параллелей, потом в городе, на республике участвуем. Должна быть актуальна тема обязательно. Потом смотрят, есть ли цели, задачи, опыты обязательно должны были проводиться. В ближайшее время комиссия подведет итоги и назовет имена победителей школьного этапа. Авторы самых лучших работ будут защищать честь родной 61-й школы уже на городской научно-практической конференции, которая пройдет в феврале. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика. А вот у студентов сегодня был экзамен посложнее. Молодые чебоксарцы сегодня презентовали свои лучшие проекты. Смотрину устроили на традиционной ярмарке молодежных инициатив с говорящим названием «Студень». Ежегодно она проходит накануне Дня российского студенчества. В этом году к идеям присмотрелся и глава республики Михаил Игнатьев. Общественные проекты, которые на уровне Российской Федерации, на уровне привозка федерального округа, где бы наши студенты, наша молодежь не участвовала, я всегда слышу добрые слова. Мы верим вас, мы доверяем вам. Будущее России, будущее Чувашии за вами. Вы верите в это? Да! Они полны задора даже на официальных мероприятиях. Хотя глава республики специально сократил дистанцию между студентами и не поднялся на сцену. Несколько раз его выступления прерывались громкими овациями. В этом зале собрали лучших волонтеров Чувашии. Всего же в регионе их насчитывается 50 тысяч. Именно столько человек являются членами различных общественных организаций. В республике действуют и строительные отряды, и экологические движения, и советы молодых ученых. В этом году волонтеры не раз становились участниками крупных спортивных мероприятий. Они выезжали на универсиаду в Казань, помогали организовывать международный чемпионат по парашютному спорту в Чубаксарах. А кому-то выпала честь пронести олимпийский факел по улицам города. Лучшим из лучших сегодня вручали свидетельства на получение специальных стипендий. Такая поддержка для них должна стать стимулом работы на общественном поприще. Могу сказать, что мой опыт волонтерства начался почти с этой школы волонтеров. Я была на самой первой школе волонтеров, прошла там обучение, а уже в течение года, получается, являюсь куратором этой школы. Волшебный инструмент сегодня продемонстрировали в Чувашской государственной филармонии. Именно так за удивительно нежное звучание поэта называли арфу. В Ирландии ее изображение вошло в герб страны. А в 19 веке каждая благовоспитанная девица должна была уметь играть на этом щипковом инструменте. Купили арфу в Америке специально для Чувашской государственной симфонической капеллы. Для коллектива это стало знаковым событием, которым решили открыть год культуры, объявленный в стране. Такой прием игры называется глиссанту. Появление арфы для симфонического оркестра поистине царский подарок. Инструмент обошелся бюджету республики в 1 миллион 530 тысяч рублей. В прошлом году был другой презент – орган. Но только сейчас оркестр укомплектовался полностью. Для капеллы, представляющей республику и в России, и за рубежом – это бесценное приобретение. Обходиться можно и без симфонического оркестра. А зачем на симфонический оркестр? Когда есть гармонь, балалайка, а зачем нам прекрасный инструмент? Есть баян, но это же не уровень. Если при наличии этих инструментов мы не могли сыграть ни одну симфонию Бетховена, Шуберта, Моцарта, Рахмайна, Чайковского. А так разве можно жить? Так невозможно. Надо же ориентироваться на высокие образцы музыкального исполнительства оркестров Европы, нашей Российской Федерации. Чтобы исполнять произведения великих, вместо арфы приходилось выводить рояль, электронные музыкальные инструменты. Но оркестр звучал по-другому. Арфа насытит исполнение эмоционально, красочно, убеждена домрист Наталья Иванова. Я считаю, что особую краску добавляет именно звук арфы. Такую глиссанду не сыграешь ни на одном рояле, ни на одном цифровом пианино. Потому что строение арфы, оно как раз предполагает звучание. Ветерок пробежался, и изобразить это может именно инструмент арфа. Именно выпускницы Казанской консерватории доверят волшебный инструмент. Наталье предстоит обучение в той же Казанской консерватории, теперь по классу арфа. Но первые уроки она уже прошла в музыкальной школе. Самой пришлось обновить имевшийся там инструмент, натянуть вместо струн рыбацкие лески, чтобы сегодня показать, на что способна арфа. Именно в год культуры республика собирается обновить инструменты в музыкальных школах и школах искусств. При уточнении бюджета планируется выделить 10 миллионов рублей, говорят в Минкульте. В последний раз новые инструменты появились в школах лет 7 назад. В год культуры культуре особое внимание. Тому подтверждение это и укрепление материально-технической базы наших учреждений, их оснащенности современной аппаратуры, реконструкции и строительства объектов культуры. Вот в этом году мы начнем долгожданную реконструкцию данного здания филармонии и Чувашского государственного театра оперы-балета. Ну а в капелле с появлением арфы уже готовы расширить репертуар. И говорят о том, что теперь в музыкальном училище можно готовить арфистов. Ольга Григорьева, Николай Яковлев, Республика. Более 224 тысяч жителей Чувашии пройдут диспансеризацию. В 2014 году масштабное медообследование будет продолжено. Медосмотр можно пройти бесплатно в участковой больнице. Обследование проводится один раз в три года по достижении 21 года. Инвалиды ветерана войны проходят диспансеризацию ежегодно, независимо от возраста. В Минздрав соцразвитии Чувашии рассказали, за прошлый год больницы отработали механизм привлечения жителей республики на диспансеризацию. Поэтому организационно в этом году этот процесс пойдет немного легче. Хотя не все жители Чувашии проявляют заинтересованность в медицинском обследовании. В 2013 году диспансеризация охватила более 229 тысяч человек. Почти у 10 тысяч пациентов на медосмотре были выявлены хронические заболевания. У 5 тысяч подозрения на наличие хронических заболеваний. Сердечно-сосудистые патологии выявили почти 2 тысячи человек. Сахарный диабет нашли у 129 человек. У 90 человек обнаружены злокачественные новообразования. Порой надо оставить машину на парковке буквально на час, а места нет. На стоянке установлено ограждение. В администрации города утверждают, что это незаконно. Земля под дворовыми парковками находится в муниципальной собственности. А это значит, что все владельцы автомобилей имеют одинаковые права и могут занимать любое свободное место. В Ленинском районе столицы провели рейд по выявлению незаконно установленных ограждений. Было проверено 8 дворовых парковок, демонтировано 57 метров цепей и 8 блокираторов. Все они переданы по акту на хранение в управляющие компании. Всего в районе в прошлом году демонтировано 244 метра цепей и 100 автоблокираторов на 197 машиномест. Одним из способов решения проблемы нехватки парковочных мест во дворах власти города видят в обустройстве дворовых парковок на бюджетные деньги, а также строительство гостевых парковок на собственные средства жильцов. Только в Ленинском районе в 2013 году во дворах были построены 14 парковок на 150 машиномест за счет средств жильцов на 260 машиномест. В планах на 2014 год за счет муниципальных средств построить 47 парковок на 488 машиномест. Чебоксарские журналисты встретились на битве. Для победы в ней были хороши далеко не все средства, а только артистизм, отличный слух и голос. Вызов друг другу не побоялись бросить семь команд. По разные стороны баррикад встали сотрудники радиостанций, газет и телевидения. Традиционный караоке-турнир для журналистов прошел с размахом. Отличились на нем и мои коллеги, которым удалось зажечь даже конкурентов. Дмитрий Ковалев наблюдал за караоке-битвой. Кого-то потянуло на еще не забытые мотивы бардовских песен. Лирика Олега Митяева до сих пор популярна на караоке-вечеринках. Качнется кукол нежа, Качнется кукол снежа, Как здорово, что все мы спец сегодня собрались. Кто-то выступал в гламурных образах, А такой энергетике было сложно удержаться и не пуститься в пляс. Со своих мест на танцпол поднимались многие конкуренты. А кто-то на караоке-битве зажигал по-детски. Косички с бантиками, короткие шорты и мягкие игрушки в руках. Для возвращения на 20 лет назад не нужно никакой машины времени. Главное, чтобы верные друзья были рядом. В роли задорных детишек на караоке-битве выступила команда Национальной телерадиокомпании. Музыкальную сборную в качестве капитана Повела выпускница Института культуры Светлана Алекимова. А один из солистов Михаил Жбанов – профессиональный вокалист. Правда, и противники им попались достойные. На музыкальной битве журналистов выступали и ветераны караоке-турниров. Меняются команды и их участники, но они приходят сюда снова, не забывая о доброй традиции. Ребята, которые приезжают на караоке-битвы, они становятся дружнее, ярче. Ну и мне кажется, вот на сегодня, вот сегодня мероприятие ребята показали просто класс. Поющие сотрудники СМИ попали на серьезную битву. Их номера оценивала не караоке-система, а члену жюри, среди которых и профессиональные музыканты. Выкладываться пришлось на все сто. Оценивали не только голоса, но и подачу музыкальных номеров. Напоследок для участников уготовили серьезные испытания. Они должны были спеть о своей профессии. Камера за штатива в руках, небосъемная, стопу новая. Первое место в караоке-битве получила самая женская сборная. Команде национальной телерадиокомпании удалось попасть в тройку лидеров и завоевать почетную бронзу. Андрей Ковалев и Андрей Спиридонов, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова